Ваше имя, ваш возраст и что с вами происходит. А, и также, кстати, в каком городе вы находитесь. Давайте так. Значит, что беспокоит? В топах я имею в виду, да? И город. Вот это напишите, пожалуйста, для меня. Имя, возраст, что вас беспокоит и город. Потому что я знаю, что обычно со мной собираются непростые люди. Проблемы – это ничего. Не означает конкретно, какие поставили диагнозы. Пусть автопия, врожденные какие-то деформации и так далее, и так далее, и так далее. Наш вебинарный контакт позволяет писать. О, Валентина из Челябинска, в 72 года, и испытывает шпору на пятку. Прекрасно, с почином, отлично. Юлия Лиманская, пуст автопию, вальгусная деформация, 100. Хорошо, вообще прекрасно, это замечательно. Примечательно, то, что вы пишете. Еще я почитаю, если можно. Галина Санжикова, Людмила, Ирина, Ирина, Лариса, Таника, Юлия Лиманская. Питалась, так что. Так, Лариса, 57 лет, кокса, просто способия, косточка, город, пахло. Отлично. Хорошо, прекрасно. Просто замечательно. Большое вам спасибо, это очень ценная информация, которую сейчас мы поделились. И, исходя из нее, давайте мы с вами немножко пообщаемся на предмет того, чем же я таким интересом занимаюсь, и как я вообще до этого дошла. Потому что сейчас вы мне раскрыли АХА, все самое замечательное и великолепное о себе. Вот, обо мне ничего не знаете. Дело в том, что помимо того, что у меня есть специальное образование в области, о котором я рассказываю, у меня еще так получилось, что сама исцезла, проблема в топах. Причем в каком-то нескольких вариантах. То есть сначала я сама уступала просто косточка на скопье и не могла носить таблуки, а мне нужно было очень скрывать танцы. И, собственно, с этим событием моей жизни связано непосредственно открытие данной методики. Но потом жизнь искритилась еще лучше, и она еще больше понравилась, потому что после этого события, я через по-моему, год или два, когда начали гимназисты вести, сейчас уже не помню точно, в общем, шла по улице на высоких таблупах, уже я могла ходить, и мне очень нравится, но зимой. Вот, конечно, я понимала, на что я иду, у меня была нескользящаяся специальная подошва и так далее, так далее, так далее, но вот, к сожалению, все-таки так получилось, что подвернула я ногу, упала я с этим таблупах, и спасибо, конечно, что ногу не сломала, но косточка у меня выскочила вообще ужасно просто кийка. И я испытывала такую такую дикую боль, просто невозможную. Ходить, естественно, через травмы я не смогла неделю, и всю эту неделю я сама с собой занималась физнатической. Я хорошо помню это время, потому что это будет 2 месяца. И я тогда на тот момент, снова, когда я искала, это больше такое косточка на стопе, когда невозможно на нее просто наступать, как сильно это на самом деле больно, я задумалась вот о чем. Вот нам общество, я имею в виду вот все массовые какие-то информационные каналы, которые вы можете просмотреть, и сеть интернет, и газеты всевозможные, и здания, даже если вы возьмете профессиональную литературу, мы все расследимы, просто, значит, все они нам в один голос сообщают вот примерно следующую информацию. Информация номер один. Мне это так нравится, потому что создается впечатление, что наши вот эти вот болезни, плоско-вальбусные стопы, да, вальбусные деформации, пастопки, пастопрозы, шпоры, в общем, детские всяческие проблемы, это как будто бы, знаете, у нас дома хомяк, он с нами живет, и нам нужно его обязательно каким-то образом подкармливать, чтобы он не умирен, вот обращали все внимание, нет, не знаю, как у вас с этим, вот я обратила, думаю, как интересно, вот действительно ведь обман такое сознание происходит, то есть вроде бы как я, в общем-то, значит, я должна это избавить, но нет, потому что оно идет, так сказать, оно откармливает, отвлекает внимание сознания, а некоторые женщины даже говорят, что переключают на что-то другое, вот кто-то там носилит, в общем, вставление, да, вроде немножко становилось даже легче, не страшно, что все, у меня уже ничего нет, но мы же там на месте, у нас же глаза, у нас не обманывают, а некоторым потом становится еще хуже ходить, вот, хуже становится ходить, тяжелее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Второе, то, о чем я подумала, что если у нас так много всего замечательного, и действительно можно совершенно спокойно, допустим, от косточки мистопе избавиться другим способом, не гимнастикой, да, вот, например, а почему же тогда, я не знаю, как вот в ваших городах, вот я смотрю в те студии, из Челябинска, Юлия, вот мы написали, кстати, Лиманска, откуда вы, что Россия, вот, вложок стоит, откуда вы не писали, вот, хорошо, вот, из Рязани, из Екатеринбурга, из Дани, в частности, да, четвертый пачок, ну, вот, у нас, например, а, Новороссийск, вот, я вижу, что, ага, все, я поняла, что, я не попала, спасибо большое, вот, из Новороссийска, и получается, что, вот у нас, в Москве, сейчас любая аптека, по аптеке, это ортопедическая всякая разная парахура, в принципе, выражение, ну, правда, потому что и такое, и сикое, и это, и то, и для любой, как бы, для любой стопы вам подберут стельку, стельки, причем, уже выпускают, не только ортопедические во всю салон, и продают, хотя, я вам сразу скажу, и специалисты тоже со мной согласятся, любые, любого, если ортопеда вы используете, ну, если это действительно порядочный, честный, настоящий врач, он вам скажет честно, что ортопедическая стелька, это только та, которая изготовлена не визуально, чтобы изготовить стельку визуально, нужно огромное количество оборудования, ну, это специальная программа, которая обсчитывает все это, к стопу, которая ее сканирует, делается слепок стопы, точно так же, как у ортодонта, когда вот стопы, это сделала протезирование, помните, там, такую пасту ешь, и потом вот слепок того, там это очень сложный процесс, он дорогостоящий, и одна пара стелек стоит далеко не 2-3 тысячи, за которые нам продают, китайская стоп, вот это вот все. А тот шелфатрив, который есть, мне напоминает, знаете, историю, может быть, вы помните, был такой советский анекдот, но, по крайней мере, когда я ходила в детский сад, мы все очень над ним смеялись, сейчас это может, так не очень актуально звучать, но это было прям очень неплохо, напишите мне, сейчас я расскажу, я напишу, мне все помню, приходят инженеры, такие счастливые, там, какого-то, мы изобрели очень классную, очень классную машинку для срежки волос, прекрасную, праздничать, значит, она лежит, любому человеку, вообще любую срежку, сделать просто замечательно, и для сущих, помиссии, так же так, вау, все хвозные, шприцался, волосы у всех, разные по-разному вырастут, ну почему же, как же оно, они говорят, ой, не волнуйтесь, кто в первую разку у всех разных, кто у всех, ну, ну, раньше очень смеялась, вот на самом деле, как эта идея, которая продается, и которая у вас в большом количестве по лапсейке уставлена, это как раз вот про эту машину, понимаете, пожалуйста, что они тут всегда, когда это ходит из того, потому что то, что на самом деле можно сделать, оно не дешевое, раз, стильки требует смены 2, и самая третья часть, значит, какой такой обман, я по-другому не могу сказать, если вы посмотрите, действительно, ну, вот, Натина сказала, что была такая передача, а пусть любой ценой, если вы наберете в интернете, можно посмотреть, если бы остался, там вот несколько специалистов приглашали в качестве экспертов на программу, и вот спрашивали, да, что помогает в этой ферме, ну, ни один, а копет, более-менее, уважающий, не сказал, что помогает, потому что здесь законно следите, да, давление идет сверху, снизу на давление никакого не идет, копа сконструирована таким образом, чтобы любые препятствия, любые высохлости обходить, иначе бы мы куломали ноги на первых же камнях, ровные дороги, извините, только недавно с нами случились, да, все предыдущие времена, которые существуют в тело, тело существует у нас очень-очень давно, как-то пушинщики, все-таки встречат, если вам не решают, сейчас я сделаю, вот, значит, это все, совсем не о том, никакой, не о таких, не о работе кусок, значит, ну, там есть другие варианты работы, да, вы знаете, вам там, покажи и так далее, значит, если действительно специалисты хорошие, грамотные, они понимают, что в топе что-то напряжено, что-то не так, вот, и, соответственно, пытаются то, что напряжено, расслабиться, но, к сожалению, пока еще, очень крайне малое количество есть в методах России, а я их специально все наблюдаю, я напомню, что всем специалистам, кто-то из специалистов меня признает, кто-то не признает, кто-то любит, кто-то не любит, кто-то считает, что я прихожу учиться, для того, чтобы подглядывать, это действительно так, и действительно подглядывают, я приглашаю тех, кто у меня только подглядит, на моих занятиях, минимум половина группы, это люди, которые работают в тело, подглядывайте, пожалуйста, и не взяйте свои методы, что у вас не такое, вот, но, очень мало тех, кто умеет расслаблять, и вот у нас получается, что с одной стороны, у нас есть напряжение в топе, которое никто не знает, как расслабить, потому что эти специалисты, то есть точно меньше, чем космонавты, даже начинающих, даже чем первых космонавтов, например, до 60-х годов, до 60-х годов, до 60-х годов, до 70-х годов, вот так, то есть прям совсем можно на кальций, как-то, если перешли. Вот, с другой стороны, стильки, которые на самом деле, никакой закон физики, вообще никакой физики не выдерживают, но продаются мега просто формами, даже уже косметические компании, то есть компания Шоль начала выпуска в Телево, которые тоже, не знаю, как говорят, как он не получил. Вот, и в общем, много разных третий сторон, а количество населения с информациями в топе растет. Я вот как раз к вам бежала, у нас сегодня свет, такой фестиваль начался, и теперь выиграл. Сотвор для проезда, ну, для того, что показывает шоу, я вот, кстати, не смотрю шоу, он с вами разговаривает, вот, вот, я вот просто смотрела на большое количество людей среди меня и здесь. Я не знаю, но, по-моему, когда говорили, что 82-х населения испытывают на все наследок от животных и что-то еще, но у меня есть решение, что 99, целых 10 десяток. Я не знаю, как людей тут поделиться на 10 десяток, но все огромное количество, все косолапые, причем уже вот эти вот явно выраженные деформации в стопе, при том, что огромное количество отопедического людей покупать не хочу, было бы деньги. В советские времена такого не было. При этом, к сожалению, ну, то есть уже возраст снижается, все, у кого есть деформация, вот, и, значит, количество населения, которое, отказает у нас с поскопами, оно просто расслаблено в том числе и в том числе я знаю, что очень мало людей обращается к старицам, потому что просит, если вы не можете помочь, я их тоже сильно помогаю, я очень рада вас еще вас приветствовать, потому что действительно вы сегодня обратились к старицам. Я сейчас постараюсь показать презентацию, что у меня получится, я тоже очень счастлива, вот, ура, презентация возгрузилась, она как странно отображается, я выключаю тогда изображение, пожалуйста, послушайте, так, еще раз мне со звуком определите, пожалуйста, как мне слышно, потому что сейчас я буду уже по губам читать не получится, потому что я уйду из-за себя, вот, и буду показывать вам как у вас со звуком, настроечку, ну, окей, попробуем поработать, надеюсь, хорошее получится, очень тихо, может быть, поближе мне придвинуться, например, или, может быть, не хватает просто интернета, что это уж бывает, ага, хорошо в наушниках, вот, Елена пишет, что и в наушниках хорошо, у кого есть возможность, тоже наушники включите, пожалуйста, если вы вдвоем сидите у одного экрана, наушники подсказываю, можно увидеть, подсказывать то, что у вас есть, я отключаюсь и в ближайшее время мы с вами смогу видеться, не переключайтесь, мы сейчас звоним с вас. Все, я отключаюсь и в ближайшее время мы с вами смогу видеться, не переключайтесь, мы сейчас звоним с вас. Продолжение следует... 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 У меня будут глаза открыты, просто подстояние в своем катаке. Вот, ну, я чуть-чуть утрою. Закрывайте глаза, садитесь удобно, почувствуйте свой поток, пальчик сначала на ногах, такую подложку на ногах. Подбор с копылью, или на стол, ноги, твою руку. Следую на участке, и теперь. Вдохните хорошо, выдохните. И вот прям почувствуйте, какими бы словами вы описали, что происходит в ваших ногах. Возможно, это пустота. Холод, тепло. И это придет, как мешок, как деревяшка. Вот так, что, что у вас на ногах. Место ног. Что у вас в стопах. Место стоп. Почувствуйте. Почувствуйте и напишите, пожалуйста, в чат. что с вами стоит. Почувствуйте. 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 Тепло. Почувствуйте. Почувствуйте. Так вот Нуля более так честно. Найдите что не так в ваших сторонах. Потому что вы всегда пришли, и потому что вы такая вся прекрасная идеальная мысльная система, я уверена, что время есть в качестве, на должность, на самом деле, наши носки действительно остаются по ровному поверхности, по золотой поверхности, я не знаю, как у вас, но у меня вот под окном документы нет. Вот, от пола холодно, ноги жёсткие. Танька, а есть ли у вас возможность что-то в переподносить положить? То есть, вот, желательно было бы, ну, что-то с собой мягкое, и, собственно, ну, что-то с какой-нибудь нарукованное положение. Что в ваших стопах, ну, вовсе могут быть? Жизнь. Прекрасно. Что-то ещё хочет выставиться, будет ещё кто-нибудь работать. Со мной есть сегодня в чате, пока все приют, и всем нужно индивидуально поработать. Я работаю фактически с каждым человеком. Вот, вы в чате в чате, две-три-три, в чате работают сразу на людях. Я знаю, что это сделать, и кто хочет сегодня уже какие-то изменения, можете прям совершенно спокойно в чате сказать. Даже если у вас транскрибация, я всё равно пойду. Хорошо. Просто поставьте плюсы, если вы собираетесь ещё писать фото, вот, я подожду, что вы пишите. А если вы работать не собираетесь, то я поеду чуть-чуть дальше. Так, отлично. Значит, вот у вас жизнь, беспокойство, тепло, но всё равно что-то не так. Откинь. А теперь, пожалуйста, закройте ваше О, Ирина Ф, появилась. Лада пишет нам, давайте, я вас приветствую, ура, ура. Пишите мне, пожалуйста, в чате, что не так с вашими соками. По ощущениям. Возможно, что вы ничего такого не чувствуете, что всё со соками в порядке. Это тоже можно написать. Потому что большинство людей никогда ничего в своём деле не чувствует. Разобраться, тем более, не могут. Я несколько лет преподавала гимнастике, разной, вселенной. Когда мне сказали, что у меня ещё коточка начнёт расти, у нас тоже в кофе, я сильно убедилась. Щипываются левые отдыхают. Спокойные ноги, но какие-то жёсткие фото. Хорошо. И ответьте мне на такой вот странный вопрос. А насколько у вас вообще есть ноги в ваших ногах? Легко у Лаира уже пошёл процесс. Ну, это вы всех не отгоняйте, подождите. Ну, хотя вы не здесь, мы будем вас догонять. Всегда, на группе всегда есть сутки, какого-то прорывное такое сознание. Сразу без работы такая точка начала и точка такая интеграция. Поздравляю вас. Я вас поздравляю сразу. Это идёт процесс уже такого легкого восстановления. Сильно мы с участвами в этом процессе не будем. Вот. Но, честно говоря, а может быть, их и нет. И это действительно так. И напишите мне, пожалуйста. Вот. Напишите мне, пожалуйста. Вот сколько пальцев на каждой ноге вы ощущаете? Вот так, если за трусами глазами. Например, на правой ноге три пальца. На левой – два. Или на правой – ни одного. На левой – один. Все разно очень бывает. Ну, вот напишите, как есть у вас в конкурсе. Я сейчас расскажу, чему я веду. Но это упражнение нужно сделать вот так. Три и шесть. Хорошо, ладно. Вот кто-то, да, кто-то, кто-то пальцы. Вот именно по ощущениям. Сейчас включим, не волнуйся. Это хорошо, что вы пишите, потому что это, скорее всего, более честная правда. Потому что, когда честность высокая, сразу честная. Хорошо. Вот. И, значит, вдохните, просто выдохните. А выдохните, пожалуйста. Вопрос сложный. Вот действительно, Юль, вы абсолютно правы, кстати, и действительно, честно, тоже отвечаете. Сложный вопрос. Вот те, открываешь глаза, пальцы все на месте, пять штуки, да. Но сказать, что их штуки нет. И поэтому получается следующее. Вот на ЛФК очень мало, как бы, надежды. Потому что, когда любую гимнастику преподает, вообще, касающуюся стоп, обычно же имеется в виду, что у вас есть доступ центра управления полетами, так скажем, да, до конкретного места. Вот. А получается сейчас, что у центра управления полетами на самом деле доступа до этого места нет. И совершенно нечем собирать эти монеты на поле. понимаете? Ну, совершенно. Даже если вы двадцать монет разбросаете, от того, что вы будете их чаще собирать, как бы, ну, шнур в розетку не включится. Согласны ли вы с таким моим умозаключением, что ли, да? Второй, четвёртый вот Ирина пишет. Прекрасно. Лада, у неё ноги уже гудят. Ну, у тебя вещь такое тело отзывчивая, потому что я разговариваю с телом, на самом деле не с вами, со всеми. Хотя я вот тоже очень люблю, уважаю. Я больше делаю. Разговариваю в интересном языке, поэтому, действительно, у тебя очень многие реагируют люди. Некоторые говорят, я ничего не понимаю, но я пришла, все сделаю. Ну, хорошо. Так. Да, согласна, я услышала. Ну, можно плюс поставить. Поэтому, мы сейчас с вами сделаем такое включение. Мы ставим просто вилку в розетку. Возьмите. Я вас научу сейчас, как, в принципе, получить мозгу доступ у вашего сёра. Если кто-то когда-то, я не люблю, честно говоря, вот рекомендовать самым экзаменов и специалистов, потому что, ну, я считаю, что то, что у нас происходит, оно намного круче. Но, тем не менее, идея, чтобы была понятна, есть такой специалист, который Томас Ханман. И его идея такова, что тело не выздоравливает, потому что оно не шевелится. Что логично, да, допустим, у вас перекос какой-то, одно плечо выше другого. Опустить вы, представьте себе, что вы не можете, он там замерло, да? И вам, как его, не дави на него, ну, оно если так замерло, то оно, к сожалению, не опустится. Даже под очень высоким давлением. А если даже вот не сильно очень специалист надавит, вот, допустим, не повредит, то, как правило, что-нибудь другое происходит, такое интересное комплексатор. Вот. Поэтому болеть начинает ещё сильнее то и другое. В общем, в результате такой работы никто её не хочет. Вот. То есть у нас, но, он говорит о том, что не шевелится в том числе не только потому, что там пережато, да, так вследствие этого пережимания, к сожалению, информация оттуда перестаёт поступать из этой части тела. Мозг. И мозг тоже перестаёт давать информацию этой части тела. И когда в картине мозга этого места как-то перестаёт существовать, потому что у нас тело обменивается информацией так же, как и в интернете, кстати, происходит. То есть мозг высылает сигнал, но он не видит мозгу нечем осознавать, есть там нога или нет нога. Если он получает ответ на сигнал, то значит нога там есть. Если он ответ на сигнал не получает, то значит ноги ко мне. Представляете, вот этот сигнал идёт, 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 идёт по всей длине вашей. То есть фактически, если мы общались, знаете, таким способом. Вот иногда домой приходишь, но только деревня, конечно, было точно. Так постучишь там. Семённа, ты тут? Она там отходит, знаете, в подвале такая. Я здесь! Ну всё, значит, на месте. Прошёл. Вот. Примерно они так же вот разговаривают. Смотрите, вы заходите, значит, не видите никого, потому что вы приобщем. Человато. И такие. Семённа, ты тут? А? Никого нет. И вы такие. Угу. Семённа выкатывается, молоко не носит. И уходим. А она просто прослушала. Ну, далеко была в подвале, там банки переставляла всё. И вы точно так же из этой цепи информ... Ну, и, соответственно, вы не носите молоко, да, в нашем случае кровь, там, дымка, ну, не знаю. В общем, всё, что нужно, кстати, в состоянии, всё это не поставляется. Естественно, что конечность ваша, она в какой-то момент времени утратилась, значит, сначала этот сигнал. Мост ее выключил из своей цепи. И она ещё и не получает ничего. И вот этот вот зажим, он ещё больше, и больше, и больше. Трость туда поступает меньше-меньше, и распаскивается совершенно меньше. Поэтому, вот какие наши сегодня две задачи на этом сегодняшнем семинаре. Большие, глобальные задачи, очень серьёзные, которыми занимаются многие специалисты. на самом деле решить, у них иногда не могут быть 10, 19, 20. У меня была одна женщина, которая укола назначена, она укол сделала, укола сделала тысячи на 400 и лишних. Результат, так, правда, ничем не помогла. Такие у нас две задачи. Первая задача, давайте, это восстановить сигнал нервный, было место, где было пережато. Ну, согласен с первой задачей у нас выполнен. Поставьте единичку и плюсик. Кто понимает, о чём я говорю? Единичка и плюсик. Поставьте. Ага. Юли пишет. Пишет. Так. Хорошо. Единичка и пишет. 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 Хорошо. И второй у нас сложной такой задачей является. О! Ирина, и вторую уже готова. Я ещё не озвучила. Хитрая женщина. Убирай два. Два минус пиши. Вот. И второй сложной задачей у нас является восстановление, ну, питание тканей, да? Если, ну, если вы понимаете, и согласна с этим работой, пишите, у нас на вторую задачу тоже будет. А может, сейчас одновременно две. Так. Хорошо. Задача понятна. Теперь ещё раз смотрим на свои ноги. Значит, ноги находятся в таком-то состоянии. Вот, допустим, я на руке всё буду показывать как пример. Вот. И вот у нас рука. Её анатомическое положение, ну, когда ладошка вот вам повёрнута, наверх. Да? Свободное такое анатомическое положение. Руки, пальчики наверх. Попробуйте тоже, кстати, ладошки повернуть по мне. Как будто вы хотите дотронуться до экрана. Можно вот логоточки подержать, как будто вот на парке, да? Вот ещё на парке, когда ребенок сидит, тоже наверх вот. Такая, не висящая там. Такая. А она всё-таки, ну, так, свободненько наверх идёт. Поднимите так руки. У кого получилось, поставьте, пожалуйста, цифру, цифру 6. О! У кого получилось, рука наверху свободная и пальчики наверху, цифру 6. Поставьте, пожалуйста. Кто нашёл это положение руки, тогда у вас пальцы наверх. Свободно, не нужно сдержать. Сильно всё этого. Просто хорошее настроение. Они не ссатываются. У тебя как-то сковячиваются. В жизни завязываются. Как-то такие. Фига. Прекрасно. Ну, значит, оно спокойно наверху. Ага. А теперь сожмите, пожалуйста, кулак в твою руку. Сжимайте этот кулак сильнее. Ещё сильнее сжимайте. И ещё. Вот такие ощущения сейчас в сжатом кулаке. Если можете, пока не сжимайте, просто запомните это ощущение. Вот. И по поводу мне в чат напишите. Но обязательно запомните, пожалуйста, какие ощущения в кулаке сейчас. Тяжесть. Тяжи какие-то. Жёсткость. Может быть, даже холод. Ещё сильнее сжимайте. Прямо добите его. Очень-очень сильно. А сейчас просто сжимайте переход. Просто перестаньте именно сжимать. И подождите, пока рука распределится сама. Ну, вот у меня почти сразу всё. У кого-то, может быть, сразу. Давайте подождём. Пока рука сама распределится. Если у вас обратно рука распрямилась легко, свободно. Пришлось немножко, может быть, пошевелить ей. Но, в целом, так получилось. Упражнение поставьте, пожалуйста, 9. У кого рука распрямилась? 6 и 9. Ага, вот видите, распрямилась с усилием. А у Людмилы наоборот даже очень хорошо спрямилась. На 10 не пустала. Вот, хорошо. Я поняла, вы стремилась, вы стремились. Тоже Лариса все прекрасно, вы стремилась, молодец. И как сейчас рука себя чувствует, потому что она смогла разжаться? Во-первых, тепло, скорее всего, да? Ну, какое-то шевеление, хочется, может быть, так, покрутить рукой, там, с пальцами. Такое вот состояние приятное. Приятное состояние в руке, рабочее, есть такое, плюсики, поставьте, пожалуйста. Или нет, или все еще руки распрямляются. Распрямилась, но не сразу, но в целом рабочая стремилась. Мы с вами руку поджимали, ну, сколько, ну, полсекундочки, полминуточки. И вот она еще полминуточки, минуточки уже распрямилась. То есть в среднем рука конечность распрямляется в два раза дольше, чем время, которое она была зажата. И если, как бы, обратиться к этому, к этой информации, то получается, что если у нас ноги, например, 6 лет были зажаты однажды, и до сих пор зажаты однажды, то нам нужно еще лет 80 для того, чтобы их разжать. Вот. Столько времени у кого, конечно, нет в запасе, поэтому я вас приведу очень коротким путем, как в квантовой статусе. Вот. И заключается он будет в следующем. А можете ли вы сейчас, вот если учесть, что все ваши ноги, это напряжение зажаты, а можете ли вы их как-то вот так разжать? Вот руку, что мы разжали, да? Перестать сжимать. Кто может перестать сжимать ноги, чтобы они все-таки начали разжиматься, и у вас такие же впечатления в руке и в ноге сформировались примерно одинаковые. Ощущение чувства. Напишите мне, пожалуйста, в чат, кто может так разжать ноги. Рядом с буковкой Н. Вот сейчас можно написать в таком виде, буковку Н. Вот так вот с ногами работаем. Если вы можете разжать, напишите плюс. Если вы не можете разжать, напишите минус. То есть, если вы можете также самостоятельно разжать ноги, поставьте плюс. Все. Они же сжаты просто. Ну, у вас есть ли проблема, да? Друг костопия, там, один пальчик на другой. Ну, вот представьте, в руке, вот один пальчик на другой. Ну, я переложила, и все. Ну, все, продумайте. Можете ли вы также разжать ногу, чтобы она пришла? Вот мы сжали кулак очень сильно, очень сильно сжимали. Совсем не так он выглядел, как анатомически нормальное положение руки. Но и сжимать больно, совершенно верно. А разжимать еще, наверное, и больнее. Потому что там очень-очень давние, очень-очень плохо. А вот если вы сейчас хорошо вдохните, выдохните, и кроете глаза, и пойдете вместе со мной в интересную медитацию. Посмотрите внимательно в пространство ваших ног. Самый в них хорошо вдохните, выдохните, и вдохните в свою комнату, и войдите в свою тело. Как будто вы очень маленькие. Ваш размер уменьшился, и досмотрели в свою собственную тело. в самую лучшую комнату, в том. Зайдите, пожалуйста, в душе. Смотрите, как вы делаете. Обратите внимание, как выглядит, как вы делаете этот интерьер. Нравится он вам или нет? Судебно хорошо, или что-то в нем не было. Как оно, как вас встречает, это пространство? Это должно быть самое-самое ваше любимое хорошее. Она вас очень-очень, очень-очень давно сала. Может быть, она немного запущена. Может быть, действительно требует какой-то почистки. Время. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этой замечательной комнате не совсем так, как вам бы хотелось. Может быть, что-то требует какой-то работы. Настоящая специальная, ремонтная работа. Есть у кого-то такие партии, которые вы спасаете, пожалуйста, после встречи в час, если ваши мужики, ростянцы ваших глаз, требуют себя. Очень-очень внимательно с тобой. Может быть, несколько цехов. Может быть, с какой-то особенной стеной. Может быть, с коммуникациями, что-то. Может быть, с потоком, с постельными, с двери. Может быть, что-то не так, с небеса. Что-то там валяется посреди. Если у кого-то что-то, что не так в комнате, что-то валяется или что-то еще происходит. Разглядите это, приоткройте глазки и поставьте плюсики в чате. Если у кого-то ноги идеальные, ну, то есть, вот, по всем, все хорошо, поставьте минус, значит, вам ничего не нужно сделать. Но как правило, у большинства помните такая, что требует ремонт. Как вы увидели свою простанцию, когда вы маленький человек и живете сами из себя в новой пустыне? Требует ремонта. У вас есть инструменты все с собой. Посмотрите, где они, ребята. Как вам подмажки, все с точки зрения. И почините все, что необходимо. Абсолютно все. Каждый. Закройте своему глаза. Все вышло, не так. И почините, пожалуйста, делайте вашу стопану. Спасибо. Какие теперь ваши стопы, как они ощущаются? Что в них новое интересное? Какие вопросы? Какие вопросы? Можно не писать, что вы чинили конкретно, хотя вы можете написать и это тоже. Так что заводьте это послушать. Что-то, может быть, что-то с инфекцией, кого-то клубы прорвало, что-то завязывало какие-то провода, что-то закладывало. Может быть, кто-то чинил мебель, который стоит на клубе. Кто-то поливал сгену, приклеивал просто по двое. Кто-нибудь подевал гвоздями. Удовольствие вам делать. Было много связи в комнате, мало связи. То есть вам, Юль, пришлось собираться. Все, кто закончил медитацию, напишите, пожалуйста, как у вас дела. Если вы в процессе, заканчивайте процесс. У кого что, как дела у вас? Быстро ли вы из комнаты или остатки все из-за жизни? У кого что, как дела у вас? Таня, я пишу, что-то 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 здесь, и пальцы красивы и приятны. О, раздвинуться, почувствовав все пальцы. Секрасно. Спасибо. Я надеюсь, Таня, что то, что произошло, это в реальность. И, пожалуйста, сейчас встаньте от экрана, походите по комнате чуть-чуть и обратите внимание, как изменилась ваша похода. Как изменилось ваше наступание? Что произошло с вашими стопами, подошвами, спятами? И у нас, если время позволяет, хотелось бы это выяснить, что это образ, продолжается. Сейчас. Кто походил немножко по комнате, осознал новую походку, тоже поделитесь, пожалуйста, вашими результатами. Если что-то новое есть, хорошо. Если ничего нового нет, не страшно, вы имеете право, потому что, еще раз говорю, очень долго многие находились нахлубе. Продолжать очень сложно. Что страшного? Если есть хотя бы минимальная, как вы видите сейчас, поделитесь с нами. Натин, скажите, пожалуйста, сколько времени у нас есть, чтобы все повести вебинар? Потому что я сейчас хотела забрать какую-то одну структуру я сейчас выберу того, у кого здесь какая-то максимальная способность сотрудничества вебинарного так вот всех людей, которые мы сейчас читали, сейчас сотрудничество «Соберемся как-нибудь кубом, я беру, скажу, что это работает». Так, четвертый палец на ноге хрустит, выходи, пальцы забираются Так, ходить мягче стало. Вот, молодец, ты, да, хорошо. Окей. Так, ну вот, в стопе пошло тепло, Ирина нам пишет, Лев. Так, да, так вот, тоже на правду. То есть потихонечку стала приливать кровь, да, потихонечку стало понимание происходить, что происходит. Кровь тоже говорит, что питание начинается, да, вот в стопе. Вот, если кто-то приходит, пальцы забираются вверх, может, придет внутрь, какая-то переорганизация стопы. Людмила, тогда вам прямо прописаны в ванночке стоги на. Потому что если какая-то новая стала происходить, новые такие стали происходить движения, это означает, что сейчас картина тела переписывается, может, переделывается иначе. Вот, поэтому вам, ну, вообще всем желательно. Я сейчас немножко расскажу все-таки про курс, потому что это мы с вами так-то тренировались просто, насколько наш мозг может управлять нашим телом, да, и насколько наше тело податливое, насколько оно отвечает. Вот, и насколько все результаты и фотографии, которые я показываю, для вас тоже достижимы. В принципе, я не вижу никакого, ни одного из вас, кто-то не работал и не получил бы результат. Может быть, не все свои результаты, которые вы поделились, но в целом, очень-очень хорошо. Сегодня прошла работа. Если вы себя чувствуете отлично, ну, вы сделаете сегодня на ночь, просто для того, чтобы вот еще больше тепла, когда прилило, вы завтра вообще будете другим человеком, сейчас постыет еще пока ночью, ну, вообще завтра совершенно другая будет походка, но, к сожалению, я не могу, как, ну, я-то могу, то есть, ну, мне не дадут организацию, чтобы, чтобы завтра с утра я вас поприветствовала, вот, всех спросил, какие у вас изменения. Вот, можете организаторам написать, если у вас хорошее мнение, они мне подходят, потому что мне очень важно это обратно сделать. Я сейчас расскажу все-таки, как устроен сам курс внутри, чтобы вы не пугались, потому что очень часто у меня спрашивают там, почему так вот дорого, можно сказать, да, что это 7-минутное видео, потому что курс упражнений – это 7 минут видео. Я сразу предупреждаю, иногда бывают вопросы. Но, если действительно сделать все, что там говорится, и хотя бы понять, как это, например, прокрутить пяткой, или как это раскрыть пятку, и так далее, и так далее, и так далее, на понимание вот этих процессов обычно уходит не один час. Для того, чтобы вам было проще осознать все это, что сейчас происходит, и вообще ценность на предложение сегодняшнего, я даю еще в подарок бонусом, скайп-консультацию. Для того, чтобы ее получить, нужно будет мне на почту, но кто оплатит, потом получит мою картинацию, вот, мне на почту прислать свои фотографии, свои кнопки, описать подробную проблему, и я назначила время консультации. Я сразу скажу, что если вы сейчас оплатите, то, к сожалению, у нас появляется запись на 10 октября. Это еще близко, потому что вот летние покупатели, они тоже как ведутся к консультации, вот, такой был сезон. Сейчас вот, слава богу, спасибо большое, что вселенной есть возможность вот эту трейсер, и вы вот все так приседали, вот так вот. Вот, поэтому время подойдет незаметно, на самом деле. Вы пока послушаете внимательно консультации, покопаетесь в своем теле, потому что я вам присутствую до других занятий, до других консультаций, покопаетесь в своем теле, то есть вам будет, на самом деле, очень интересно работать, и после этого, когда вы получите отсуток, когда мы на видео, вам будет очень сильно интересно выяснить, что происходит. Значит, какие результаты, вообще, как мы занимаемся, что мы делаем, чтобы вам было понятно. Значит, курс включает в себя предварительно свойство, которое мы сейчас с вами, ну, примерно сделали, но я вам не скажу, на высоту, на нос. Значит, три упражнения на расслабление, это ты, небесная колонна, это, названная врачебная ситуация, плюс упражнения на ухлепление. Я сразу предупреждаю, что те люди, которые, купить курс, пожалуйста, на ухлепление стопы, сейчас ничего не делаем. Потому что, представьте себе, что у вас, вот, вас зажало, да, зажало, и у вас какая-то неестественная поза. Мы выяснили, что для руки такая поза неестественная, но в средстве там чего-то, неважно, какого спазма, вот она в каком-либо держат. Если мы ее укрепим, зажим этот, она останется в каком же виде. Поэтому упражнения на ухлепление, пожалуйста, не сделайте. Вот. И еще в течение некоторого времени, когда вы занимаетесь, я провожу такие групповые поддержки, медитации и так далее, которые вы делаете. Курсы частично я объясняю анатомию ровно в тех мест, которые нам нужны для того, чтобы заниматься. То есть всю анатомию стопы я вас не заставлю учить, там слишком много всего. Вот. Вам нужно будет только то, что конкретно у вас такие изменения, как они выглядят внутри, для того, чтобы у вас, опять же, да, повышалось это сцепление нервного сигнала, просто для того, чтобы мозг мог управлять этим. Потому что как только мозг получает доступ, и как только мозг получает управление, он, как правило, тело приводит в анатомически правильное положение. У нас есть ДНК. Когда человек закладывается, заранее известно, где у него будут глаза, где у него будут уши, где у него будут руки, где у него будут ноги. Очень редко такое изменение, что глаз изминется на попу. Но среди нас точно такой же вывод. Поэтому, если вы с такими ногами не разделились, скорее всего, вы не разделились с такими стопами, то как только ваш мозг получит доступ до этих зон, сразу же практически начнутся изменения и очень-очень-очень положительные и очень-очень-очень рады. Вам и мне. Для тех, кто купит курс, я сразу скажу, что мы упражнений ни одно больше в этом распорядке не пополним. Там достаточно нагрузки на все лады. Поэтому в день комплекс занимает где-то максимум 5-7 минут. И упражнений, ну, не 5-7 минут. Можно делать упражнение по очереди. Проснулись, одно, хоть упражнение, все другое, вечером, и обязательно подключаем дыхание. Поскольку данный комплекс основан только на расслаблении напряжений, противопоказаний у него нет. мы не используем такие-то компенсаторные функции организма, мы не даем напряжение ни на одну из систем, и, соответственно, мы можем заниматься в любом вообще состоянии даже тех, кто лежит. Но, согласно правилам как члены Китая и Афристика Федерации, мы обязаны давать надпись, что выполнить данное упражнение только под присмотром суть. Если вам такой присмотр дополнительно будет нужен, тоже подписать на сенсацию, пожалуйста, не пишите, мы договоримся, можно еще будет еще сказать на сенсацию допустить и немного. Я все очень подробно объясняю. Вы на меня смотрите, ко мне все. Мне кажется, что так понятно. Хотя со мной вместе делает ассистент. Ассистент, кстати, насколько я знаю, очень известно там, где там творчество. Поэтому мне кажется вам будет обязательно смотреть на творчество. Я обязательно в пояснении рассказываю, как найти те точки, зоны на собственном теле, с которыми вам нужно поработать. То есть, как вы с друзьями любите. Потому что тот, что методический отвод в качестве прекрасный, он должен знать делать в собственном теле, потому что вступаем на сферотическом в качестве разбираться. Ну и все очень внимательно. То есть, на картинках различных все это обиде, помогают всяческие и так далее. Ну и я вам уже говорила, что вернуть артиклода порой достаточно просто развернуть пальцем как это будет просто. Вот самый частый такой отзыв, да, что я после занятий совершенно по-другому ощущаю свои ноги. Я иначе стою, иначе испытываю свой вес, и вообще чувствую, что во всех этих отзывах входит. И будет скользить ко мне не только жизнь, но и вовремя и я стоящее самое. И я очень надеюсь, что у многих из вас высота станут на место все ваши любые проблемы, которые любые информации есть, все косточки, все цепожилия, и так далее, и так далее, и так далее. Если диагноз системная слабость связочной скани помогут ли упражнения, вот Юль, вы попали в 5% всех людей, кому я не могу ответить ни за ни за меня, потому что у меня есть случаи с системной слабостью, которая помогала и с гиперподвижностью сустава, и так далее, и так далее. И есть люди, которым нет. И если вот специфически смотреть, я могу сказать, что распределение примерно 50 на 50. Ну, если все посчитать, наверное, 64 и 46, в общем, ну, все равно это 50 на 50. 60% это не специфический, вот, но шанс все-таки есть. Поэтому можно попробовать, по-своему мере, плюс, мы понимаем, да, еще, что у нас есть упражнение на укрепление, и вот этим упражнением на укрепление можно восходиться. Ну, еще, конечно, было бы неплохо знать вашу ситуацию визуально не надо. Попробуйте через организаторов попробуйте напряжаться, может быть, нужно смотреть ваш... Ну, вот, даже, знаете, все равно по фотографии я не могу сказать, что там происходит, потому что я не знаю, что там внутри. Вот мы сегодня сами медитацию делали, мы сразу делаем свой ремонт, да, и на самом деле это так же уникально, как и лицо человека. Вот, и поэтому что там происходит, а самое главное, как сказать, мы же не визуально что-то там тыкаем, и ой, и мы там что-то сделаем, это именно изнутри расслабляются вот эти вот напряжения. А почему слабость? Потому что с другой стороны где-то очень сильно перенапряжено. Правило вот организм в какую-то компенсационную историю. Не может быть слабость абсолютно везде. Все равно где-то есть напряжение. Нужно будет просто искать. И вы знаете, вот последняя недавно группа была у меня. Это интересно, у нас девушка одна, она напряжение нашла в глазах. И мы все сидели на коврике делали диапазон под глазом, а она делала вращение глазами там разные стороны и так далее. И как не знаю, у нее скопы совершенно другие стали свечи. В больнице не очень не могу. Вот такой уникальный вопрос. Я вообще такой специалист люблю находить связи интересные и вообще не ограниченность никогда порядка что нужно работать на скопы. очевидно конечно можно работать с динамой но можно еще с чем очень интересной работать показалось совершенно не связанно. кстати тоже скажу такой случай как раз волчанка человека это тоже совсем и у нас эта девушка она вот так руками и она прям как-то меня подтягиваются косточки на ногах когда я выкатывала то есть это опять же индивидуальная работа поэтому к каждому курсу я обязательно индивидуальную консультацию даю одно в подарок если нужно будет не одно но сразу настройте что нужно будет с этим заниматься но по крайней мере шанс вот а как попасть ко мне на личную консультацию а купите курс просто первая личная консультация с работой я всем рекомендую начать переходить по ссылке который надежда мне нужно уже заканчивать посетение потому что время любезно организация у меня закончилась и большое огромное спасибо и спасибо спасибо благодарю всех за работу душевно потому что написать вот так вот сразу с него по человеку с вами все и прямо открыться полностью и довериться и пройти вот это тоже большое мужество я вам медитацию вот этого по ремонту сомн оставляю подарок пожалуйста не пользуйтесь вы можете таким образом на самом деле представлять маленьких человечков каждый вечер потихонечку совершать такой мини ремонт и как ни странно некоторые люди за даже 20-30 дней удивительный ремонт проводят ну вот о чем с удовольствием прям и что поэтому я еще не надеюсь что вы понимаете чем отличается диагностика от лечения знаете в архитектуре количественных повторений поэтому если вы чаще будете задумываться на теми вопросами которые вам все не задавала а то сколько у вас пальцев на стакле что там что-то происходит как они себя чувствуют и так далее и так далее и так далее у вас будет у вас будет просто прекрасный результат уже через месяц может быть через два даже после этой работы вот если же если же вы будете заниматься еще и курсом потому что там будет настоящий упражнитель здесь сейчас это все очень легко такое полуфитологическая такая игра в курсе опыт скажет спасибо будут настоящие упражнения мы там будем прямо пахать хотя мы будем не напитать но тем не менее внимание будет очень много удерживать и переживать этот опыт изменения тела на это тоже требует очень научиться вот если вы еще и можете будете заниматься я прям очень сильно рада что вас будет вот этим девушкам я жду ваши фотографии до и помогу вам создать ваши фотографии в госпитале на самом деле просто состояние не что-то о том что вы наконец обрекаетесь в доме в котором вы разделите в котором вы доступны я желаю каждой из вас бралия пропитание в госпитале до скорых встреч на флоте пока Спасибо. 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 А следующего нашего приглашенного гостя Рассеев. Будем говорить об омоложении, которое может сотворить чудо, сделает для вас чудо. Но сейчас несколько слов скажу о курсе. Это авторская методика Марии Питерской, курс упражнений для стоп. Сегодня вы дистанционно сможете работать по этим легендарным упражнениям. Красивые стопы, легкая походка, все это благодаря этому курсу вы вернете обратно своему прекрасному организму. И, конечно, ваши ноги, ваши стопы скажут вам спасибо. И, конечно, у вас будет бонус. Заказывая курс, вы получаете индивидуальную скайп-консультацию. Правильно ли я понимаю? Курс состоит из трех секретных упражнений для стоп и таза, которые помогают суставам раскрыться, убрать лишнее напряжение в теле и займут всего 5-7 минут в день. Упражнения для укрепления сухожильно-связочного аппарата стоп. Два упражнения. Внимание, упражнения существенно повлияют на ваши стопы и помогут навсегда разгрузить их. А это значит, что вы сможете избежать оперативного вмешательства. Вы представите, сколько вообще это стоит? Это просто бесценно. Для обеспечения подвижности тканей внутри стопы в курсе используются два основных способа. Нагрузка без нагрузки, что позволяет выполнять упражнения в любом возрасте и стадии заболевания, в том числе и восстановительный период после хирургических вмешательств. А также соединенное с дыханием и расслаблением, с помощью которого достигается основной эффект от упражнений. Абсолютно здоровое положение всех костей в стопе происходит безболезненно, без специальных предупреждений и вмешательств. Преимущество состоит в том, что первое, что советуют сами врачи, это специальная гимнастика. Если у вас уходит косточка на стопе, уйдет и воспаленный сустав, а это значит, что вам не нужно будет применять даже противовоспалительные средства, которые имеют множество противопоказаний. Не пугайтесь размера шишки или формы своих пальцев. Давностью проблемы и так далее, это все восстановимо. Это поддается мягкой и приятной коррекции вместе с упражнениями Марьи Питерской. Гимнастика не имеет побочных эффектов, не связана с вмешательством в системные зоны человеческого тела. От нее всегда можно отказаться, в любой момент можно возобновить. Она полностью сочетается с работой с остеопатом, массажем для стоп, с любой процедурой. Гимнастика не соревнуется в методе, а скорее дополняет его при необходимости. Особенно показано тем, кто не хочет или боится последствий операции, или не хочет найти метод для самостоятельной работы по причине отсутствия хорошего собственного врача, способного помочь. Как именно помогают упражнения и на какой эффект можно рассчитывать? Данный комплекс полностью переворачивает представление ваше о невозможности управлять косточками на стопе. Уже после выполнения первых трех упражнений вы научитесь ставить на место выпирающую косточку, ликвидировать плоскостопие, как продольное, так и поперечное, и приводят в здоровое положение кости пятки стопы. Эффект от занятий может быть колоссальным, если после обучения под присмотром инструктора продолжить занятие самостоятельно. В среднем приобретенные проблемы исчезают полностью за 3-4 месяца занятий под периодическим присмотром инструктора. И, конечно же, стопы вам скажут спасибо. И еще хотелось бы сказать об авторе, что автор-разработчик групповых программ, имеет стаж работы в этой области более 16 лет, сертифицированный инструктор ЦИГУН, также имеет сертификат Института Пилатеса в Москве, первой и второй ступени, а также сертифицированный Дета-Хиллер и Мастер-Рейки. Проходите по ссылочкам, внизу по ссылочке есть подробное описание курса, вы можете его прокрутить, и внизу вводите, пожалуйста, в поле ваши контактные данные, ваше имя, ваш e-mail, это адрес электронной почты, телефон в международном формате для России с семерочки и восьмерочки, начинается для Украины 380, а также Skype, и нажимаете зеленую кнопочку «Оформить заказ», и вы автоматически попадете на страницу, где есть различные варианты оплаты, выбирайте удобный. Если возникают еще какие-то вопросы по оплате, пишите здесь, в чате к нам на наши ресурсы, также в наших Skype-чатах, можете написать позже там свои координаты. Да, бонус – индивидуальная консультация. Пользуйтесь уникальной возможностью, сегодня у вас есть действительно просто уникальное и очень щедрое предложение от Марии Питерской, проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, участвуйте. А сейчас я хочу вам представить нашего следующего спикера, прекрасного, Рассею. Вы, наверное, многие уже знаете о том, кто такая Рассея, да, мастер, учитель традиционной школы рейки, сертифицированный световой косметолог, сертифицированный пиропевт божественного выравнивания тела, мастер кундалини рейки, гранд-мастер рейки-деньги, рейки-вторая половинка, мастер последовательного эфирного очищения, а также мастер-учитель высокочастотных настроек, основатель международной школы светлой рейки, счастливая женщина, любимая жена, мать, дочь, кроме этого получила более 200 посвящений в различные энергии и имеет право их передавать и обучать. Также постоянно продолжает самосовершенствование и поняла, что наконец накоплен большой багаж знаний, которыми готова щедро делиться сегодня с нами личным опытом, опытом своих клиентов, полученными результатами. В своей работе применяет системы и практики, которые прошла сама лично и вместе со своими клиентами, пациентами, друзьями. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить об энергиях омоложения, которые подарят вам чудо прямо на этом вебинаре. Сегодня вечером энергия омоложения подарит нам незабываемое ощущение и немного волшебства. Все, кто приходит на эти вебинары, получают эффекты омоложения, очищения, расслабления и другие. Кроме того, на вебинаре мы зарядим вашу косметику и воду. Это даст еще больше результата, не говоря уже о том, что вода станет намного вкуснее. А также вы узнаете, как устранить причины старения, обрести новую профессию. Энергии работают удивительным образом через расстояние. И вы сможете быть на другом конце континента, но вы все равно ощутите эту волшебную силу, которая, кстати, научно доказана и обоснована. Ждем в эфире нашего прекрасного спикера Росею. Если вы готовы, я передаю вам возможность говорить. Встречаем бурными аплодисментами. Как меня слышно, поставьте, пожалуйста, от одного до десяточки. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok